В Омске появился квартал 5 дробь 1, так называется пространство для молодежи. Его открыли еще в 2001 году как компьютерную библиотеку. Сейчас компьютером никого не удивишь, да и у молодежи появились новые интересы. Перезагрузку библиотеки оценила Ксения Бессараб. Черные и белые камни на доске в произвольном порядке. Цель захватить всю территорию. Древнеазиатской игре ГО больше 2000 лет. Профессиональный игрок Павел Милюхин в каждой партии ищет гармонию. Хоть эмоции и зашкаливают. Ой, эмоции, тут если и знать, что происходит, то такие эмоции. Потому что тут игра может висеть на волоске чуть ли не полпартии. Несмотря на то, что присутствует разрушительный момент, то есть когда будет окружен камень, он снимается с доски. Несмотря на это, несмотря на вот этот деструкционный элемент, игра все-таки созидательная. Выигрывает тот, кто не больше камешков захватил, а тот, кто построил больше территорию. В соседней комнате затаилась мафия. Маски, очки, револьвер здесь для антуража. Мафия – командная психологическая ролевая игра. Главная цель – растекретить гангстеров. Их число варьируется от одного до пяти. Анна Баева – заядлый мафиози. И в этом кону ей попалась заветная карта. В компании, в которой ты играешь, ты лидер. То есть не какой-то простой житель, мирный. Что ты значишь все-таки в этой игре. Потому что мирные жители там, ну, они не играют. Они сидят и сидят. А когда ты кто-то занимаешь какое-то место в этой игре, ну, это очень не то чтобы повышает самооценку, а, ну, в общем, ты чувствуешь, что ты занимаешь что-то, что ты что-то значишь в этой игре. Эта библиотека уникальна. Здесь много книг в новых переплетах, на традиционных стеллажах и полках. При этом здесь можно не только читать и учиться. Молодые люди найдут себе занятия по интересам. Не так много в городе у нас бесплатных мест, куда молодежь могла бы прийти и вот каким-то образом встречаться и реализовываться. Чем таких мест будет больше, тем лучше. Мы стали понимать, что библиотека перестала себя оправдывать в этом качестве. И пришли к решению, что нужно меняться, нужна перезагрузка этой библиотеки, и нужно и новое дыхание. Поэтому и проект наш назывался «300 квадратов новой жизни». Вот 300 квадратных метров, они сейчас наполнены новой энергией, новыми идеями. Приходить в квартал 5-1 каждый может бесплатно, чтобы взять книгу, поиграть в игры, пофизичить, похимичить или просто пообщаться со сверстниками. Достаточно завести читательский билет. Он путевка во всеместные увлечения. Давайте посмотрим, что произойдет, если опустить его в горячую воду. Я налью горячую воду в колбу. И добавлю буквально несколько кубиков сухого льда. Ксения Бесараб, Сергей Гаврилов, «Антенна-7». Ксения Бесараб, Сергей Гаврилов, «Антенна-7».